Мы не запускаем шаттл в открытый космос, мы не выпускаем человека в стратосферу, просто работаем дома, работаем удаленно. Как человеку быть, как ему саморганизовать, ему семью выгнать, погулять, я не знаю, как ему работать? Родной, реши этот вопрос. Я это, знаете, Олег, как называю? Мама, я покакала. То же самое сотрудник бежит к руководителю и говорит, а что мне делать? Не трогай себя за телефон, как пишут определенные товарищи. Я работаю. Если мне, Олег, нечего скрывать, если я эффективный сотрудник, у меня нет проблем, да, ну, пожалуйста, наблюдайте, я работаю. Сейчас модно говорить, это называется soft skills. Ага. Как вообще, на ваш взгляд, как их у людей прокачивать? Просто мы часто боимся, но по факту страхи больше, чем реальность. Он сделал ПТЗ, аналитик ему вроде нормально поставил задачу, а результата нет. К рукавам претензии есть, нет, к пуговицам претензии есть, а сам пиджак ужасный. Друзья, подписывайтесь на канал 1С Битрикс для бизнеса. Друзья, здравствуйте. С вами Михаил Москотин и проект Битрикс24 спрашивает. В этом проекте мы говорим о важных для предпринимателей вопросах. Мы обсуждаем вопросы продаж, вопросы управления персоналом. Мы говорим о продажах клиента ориентированности, о том, как нанимать людей, как их увольнять, как их мотивировать, о том, как создавать команды и потом управлять этими командами. Мы говорим про удаленную работу и много-много о чем, что так важно сегодня современным предпринимателям. Кстати, пишите комментарии, задавайте вопросы, участвуйте в конкурсе и получайте призы от Битрикс24. И сегодня у нас в гостях новый участник, зовут его Олег Громов. Олег, здравствуйте. Всем привет. Меня зовут Громов Олег. Я главнокомандующий компании X-Steel. Мы занимаемся разработкой и сопровождением инфосистем, сайтов, приложений для крупного бизнеса и государства. И сегодня мы встречаемся с Михаилом Москотиным, бизнес-тренером, для того, чтобы обсудить очень важные и актуальные вопросы. Как переводить людей на удаленку десятками и даже сотнями? Как получать обратную связь, если клиент отказывается ее давать? И какие софт-скиллы воспитывать программистов, даже если они не хотят воспитываться, и уж тем более на удаленке, как это делать? Радость, что вы у нас в студии. Олег, я знаю, что у вас есть много вопросов. Давайте начнем с самого первого. Что вас интересует? Буду рад вам быть полезным. Поехали. Собственно, мой первый вопрос, наверное, самый актуальный. Сейчас большинство компаний переходит на удаленную работу, но при этом не все сотрудники к этому готовы. С одной стороны, очевидно, что через месяц-два и так будет понятно, что какой-то сотрудник что-то не вывозит, с ним надо работать, потому что он не может себя организовать. Но месяц-два, да еще в условиях курса доллара, кризиса, это очень дорого для компаний. А для кого-то, может быть, вообще фатально. Если это малый бизнес, у него там, не знаю, половина программистов просто балду гоняют. Как сейчас, можно сказать, зародыши, попытаться определить таких людей и отсортировать их? Что, ну, как бы, да, окей, мы тебя не увольняем, но мы за тобой очень-очень пристально следим. А вот за этими пристально не следим, потому что они, ну, и так справятся. Не выжидай этих двух месяцев, не получай вот этих потерь финансовых. Я понял вопрос. Заранее мы с вами, к сожалению, Олег, не можем предугадать. Это первая идея, которую я бы хотел донести. Вторая идея. Я считаю, что любой человек может работать удаленно. Любой может работать удаленно, если ему это важно сделать. Но в работе удаленной, ну, нет каких-то, то есть это, мы не запускаем шаттл в открытый космос. Мы не выпускаем человека в стратосферу. Просто работаем дома, работаем удаленно. Я считаю, что контролировать лучше всех. На начальном этапе, то есть сделать подготовку людей к этому, договориться о правилах. И в чем сложность удаленной работы? В том, что на работе, находясь человек, да, физически, делом, он может имитировать бурную деятельность. И я знаю таких сотрудников, и у нас в стране их миллионы, которые ходят на работу, но по факту, если посмотреть, что он за день создал, ничего. В чем, на мой взгляд, прелесть удаленки? Что мы можем выстроить показатели таким образом, что мы ежедневно смотрим, что он за день создал. Нам по факту не важно с вами, как предпринимателям, сколько часов он играл с кошкой, с детьми, гулял, пил чай. Нам важно, чтобы он за это время сделал результат. И здесь очень важно ежедневно давать обратную связь. Если результата нет, о котором мы договаривались, это отрицательная обратная связь. И мы договариваемся, передоговариваемся на завтра. А если результат есть, мы, наоборот, делаем положительное подкрепление и говорим, отлично, супер, молодец, двигаемся дальше. А дальше в процессе мы с вами можем понять, с кем можно перейти на контроль раз в два дня, например. Неделя может быть. Неделя может быть. Если я понимаю, что человек, мы договорились, он слово держит. Мы договорились, он слово держит. Все, я понимаю, что он в обязательстве находится, он исполняет те договоренности, которые между нами существуют. Отлично, мы можем раз в неделю начать ставить контрольные точки. Поэтому я бы вот... То есть изначально контроль для всех, подготовка, а дальше жизнь покажет. И очень важно давать обратную связь. Постоянно, не затягивать с этим. Чтобы человек понимал, а, все, я понял. От меня ждут конкретный результат. Все. Фактически идея понятна. Другой вопрос, что, опять же, для бизнеса это, наверное, минус, потому что увеличивает ресурсные затраты на контроль. Да, просто такие условия. Мы сейчас в таких условиях. Мы на карантине, мы работаем удаленно. Потому что нужно учитывать, что человек, может быть, и не хотел отвлекаться, но его отвлекли, там, дети, кошки и так далее. А дальше начинается, что он не выполнил задачи из-за каких-то угодных причин, но не из-за того, что его отвлекли. Он же не хочет остаться без работы. И когда он на работе, собственно, тут очевидно, что вокруг него, там, детей каких-то факторов нет. А тут есть. Но, опять же, если человеку важно отвлечься, он найдет на что отвлечься. Социальные сети, попить чай, коллега, позвонить, просто поговорить. А если ему важно быть сосредоточенным, я работаю дома удаленно. Я предупреждаю семью, чтобы не заходили в кабинет. Я отключаю все оповещения. Я экран телефона переворачиваю вниз. Не трогай себя за телефон, как пишут определенные товарищи. И я работаю. Работаю с плентами по 40 минут, короткие блоки. Все. То есть технологии есть, инструменты есть. Если мне важно быть эффективным удаленно, я буду удаленно эффективным. Если не важно, я буду сидеть в офисе, у меня 100 камер натыкано, а я все равно найду чем заняться. Кроме работы. Я вот так это вижу. Тут сразу возникает вопрос. А как быть с теми, у кого нет отдельного кабинета? Вот он сидит, он работает, он сосредоточен, а вокруг него бегают, я не знаю, родственники, дети, собаки и так далее. Я считаю, что взрослый человек может решить такую задачу. Если мне сотрудник говорит, как мне быть? Но в этот момент я понимаю, что я взял на работу не взрослого человека, а инфантильного ребенка. Который говорит, а что мне делать? У меня вот тут жена, у меня тут теща, у меня это. Родной, реши этот вопрос. Я это, знаете, Аля, как называю? Мама, я покакала. Точно. Когда ребенок бежит к родителю и говорит, мама, я покакала, вытри мне попу. То же самое сотрудник бежит к руководителю и говорит, а что мне делать? Подожди, ты мне скажи, что ты будешь делать, чтобы эта задача была решена. То есть ответственность на сотрудники. Вот я так бы это прокомментировал. И тогда еще один интересный вопрос. Буквально вот на днях, ну как сказать, не пришел в голову, а можно сказать, рассказали. Один из коллег по цеху, скажем так, тоже в Digital, он организовал следующее мероприятие. У каждого из его сотрудников дома есть аж две камеры. Класс. Одна показывает экран, вторая непосредственно человека. Когда он решил об этом писать в соцсетях, был целый шквал эмоций, что в принципе ожидаемо. Да. Одни говорят, ну, собственно, ладно, окей, контролируемо, а почему ты там софт не используешь? Он говорит, софт можно обмануть, а тут камера довольно сложная. Ну и какие-то технические, а другие говорят, нет, ну ты что, я как в рабстве, я в такое работать не буду и так далее. Интересно ваше отношение к этому, и если ваше отношение к этому позитивное, то какие-то рекомендации, как к работе с возражениями, потому что наверняка у каждого на работе есть такие люди, вот по которым понятно, вот ты вот чуть-чуть на ним не досмотришь. Он хороший программист, например, да, но чуть-чуть не досмотришь, он все уже смотрит в окно, еще вот как с маленьким, он хороший сотрудник. И кадровый есть определенный дефицит на рынке, все это понимают, и держатся за сотрудников, и даже за таких нельзя просто вот взять и нанять себе каких-то звезд. Нужно работать со всеми и уметь с ними работать. Вот, собственно, вопрос. Олег, я к этому отношусь позитивно. Что я имею в виду? Один мой клиент, частный детский садик, приняли решение ставить камеры. В этот момент произошел бунт сотрудников, и несколько сотрудниц подошли с таким возражением. Я что, теперь даже попу почесать не могу? На что управляющая, моя клиентка, очень твердо и по-взрослому сказала, попу вы чесать дома будете. Здесь вы для того, чтобы заниматься детьми. И несколько человек, Олег, действительно уволились. И теперь для меня, как для владельца бизнеса, это сигнал. Если мне, Олег, нечего скрывать, если я эффективный сотрудник, у меня нет проблем. Да, ну, пожалуйста, наблюдайте. Я работаю. Это как я работал в одной компании, и там штраф был за опоздание 3000 рублей. Тогда это было 100 долларов. И многие люди возмущались. Ужас, ужас, какой беспредел. Меня это вообще никак не касалось по одной простой причине, потому что я не опаздываю. Все, я решил приезжать вовремя. И у меня нет этой проблемы. То есть, есть три типа сотрудников. Мы в бизнес-релэйшнс выделяем три отношения к работе. Первое отношение мы называем заключенный. То есть, человек работает в разговоре вынужден, надо. Вот спросите на улице в любом городе, зачем вы идете на работу? Среднестатистические ответы какие будут? Надо ходить. Надо ходить. А что делать? А знаешь, какая у меня ипотека? То есть, их модель отношения к работе заключенный. Цель у заключенного какая? Отбыть срок. Отбыть срок. Начальник для него надзиратель. И тут этот надзиратель еще втыкает везде камеры. И, естественно, заключенных взрывает. И комментарии, которые были, это комментарии заключенных. Ужас, беспредел, как так можно? Второй тип сотрудников, второе отношение – это курортник. Как вы думаете, какая цель у курортника? Очередно отдохнуть. Да, и люди ходят с удовольствием на работу, потому что там свои, там кофебрейки, там друзья, там общение. И понятно, когда что-то новое добавляется, иногда это воспринимается, ой, раньше было лучше, вот а тогда, а зачем? То есть, курортник не любит дискомфорт. И есть третье отношение – это отношение партнера. Цель партнера – это цель компании. Если я понимаю, что мы переходим на удаленную работу, я говорю, да, окей, я готов перейти на удаленную работу. Если собственник переживает за мою эффективность и ставит камеры, ну окей, у меня с этим нет проблем, потому что я как раньше, я как без камер работал, так и с камерами буду работать. Поэтому это вопрос, как я отношусь к руководителю, как я отношусь к бизнесу, к себе, к своей компании. То есть, вот здесь проблема в этом, а не в тех камерах, которые воткнули. Поэтому я вот так бы это прокомментировал. Да, вполне, вполне разумно. Следующий мой вопрос касается взаимоотношений с клиентами. Есть целый ряд клиентов, у которых происходит следующий сценарий. Значит, с клиентом идет работа, ну там, может быть, у нас, может быть, не только у нас. Она продуктивная, вроде бы все нормально, все хорошо. Но вдруг клиент заканчивает отношения. И потом выясняется, она даже не выясняется, какой-то негатив. И, собственно, проблема и вопрос в том, как получать от таких людей обратную связь, когда они ее в принципе не хотят давать. То есть, ты их спрашиваешь, ребята, ну а все нормально? Да, да, ну вроде все нормально. Через месяц такой, ну, как бы, знаете, у нас что-то задач больше нет, а еще через два месяца, там, я не знаю, новый тендер, к примеру. Как выбить из этих людей обратную связь? Мы это делаем постоянно, мы постоянно берем обратную связь у клиентов. И есть такая фраза в клиентском сервисе, что самое страшное для бизнеса – это проблема, о которой знает клиент и не знает бизнес. Да. И здесь, на мой взгляд, один рецепт – создавать с людьми отношения. Если я специалист компании-подрядчика, вы специалист компании-клиент, и я с вами создал честные, доверительные, партнерские отношения, я звоню в очередной раз, говорю, Олег, ну что, как вы, довольны, все нормально? Если у нас есть отношения и я, вы мне честно скажете, Михаил, ну честно, вот тут недовольны. Или, Михаил, вы знаете, мы подумываем прекратить сотрудничество. А когда отношений нет, в итоге потом появляются такие… То есть, получается, был формальный звонок, ну как вы? И был формальный ответ – да нормально. И я живу в иллюзии, что у клиента все нормально. А это иллюзия, потому что по факту я спросил формально, мне ответили формально, а в итоге через месяц клиент отказался или ушел к другим операторам, или тендер объявил. Поэтому я считаю, что очень важно строить с клиентом отношения. Потому что, поймите, пример. Например, я катаюсь на сноуборде, и у меня один мой приятель поехал обслуживать сноуборд. И он мне рассказывает. Представляешь, я, говорит, захожу там, заехал, говорю, вот вы обслуживаете сноуборд? И там стоит мальчик-специалист, говорит, да, обслуживаю. Он говорит, а сколько стоит? Он говорит, две тысячи. А что вы на эти две тысячи будете делать? Он говорит, а вам какая разница? Вы хотите научиться, что ли? Ну, я буду делать то, что я буду делать. Он говорит, окей, хорошо, я до машины схожу за сноубордом. И он говорит, я пока шел, передумал, сделал, окей, гугл, там, дубльгиз, обслуживание, там, магазины, экстрим, сноуборд, прочие вещи. Нашел магазин, поехал, там, какое-то расстояние проехал, захожу туда, говорю, сноуборды обслуживаете? Да. Скажите, сколько стоит? Он говорит, пять тысяч рублей. Он говорит, а что вы будете на это делать? Он говорит, я вам сейчас расскажу. Сноуборд, это ведь, это как скрипка. Вот у вас какой сноуборд? Он говорит, а у меня вот такой, что вы? Это же, это вот, понимаете, несите сюда, я вам покажу, что я буду делать с вашим красавцем. Он говорит, я как завороженный побежал до машины, отцепил сноуборд, принес, и он мне там рассказывал, там, десять минут с горящими глазами, что он будет сделать с моим сноубордом. Я заплатил деньги, мне обслужили сноуборд, и он мне говорит, ты понимаешь, я вроде понимаю, что мне там за две, скорее всего, сделали бы то же самое. Но вот это отношение парня к своей работе меня подкупило. Вот, вот, вот здесь мне кажется вот то же самое. То есть отношение к работе, отношение к продукту, отношение с клиентом. Поэтому создавайте отношения. Тогда шансов, что они вам честно скажут, что их не устраивает, будет гораздо больше. Вот как-то так. Ну, тут тогда возникают другие риски, как уберечься от панибратства с клиентом, когда клиент начинает построить хорошее отношение, будь то менеджер или там руководитель, или еще какие-то звенья. И через эти отношения начинают пропихиваться какие-то вещи. Сделайте нам это бесплатно, сделайте нам туда, может, забейте на другие проекты, сделайте наш побыстрее. Олег, это большая страшилка, это то, чего боятся многие предприниматели. Но я считаю здесь, знаете, есть такая фраза «у страха глаза велики». Я работал со своим родным братом. У меня есть родной брат, мне 43, ему 36. И когда он попросился ко мне на работу, мы вот так сели с ним. Я говорю, Саша, его Александр зовут. Я говорю, Сань, давай договоримся. Дома мы Мишка и Сашка. Он меня называет Мишка, я его называю Мелкий. У мамы в гостях на дне рождения мы Мишка и Сашка. Ты Мелкий, я Мишка. Но на работе я Михаил, ты Александр. У нас с ним прекрасные отношения, мы родные братья. Но на работе у нас есть профессиональные отношения. Вот очень важно, создав отношения с клиентом, абсолютно честно и по-партнерски говорить. Олег, для вас я бы и бесплатно сделал. Но у нашей компании мы делаем бизнес. И если я это для вас сделаю, меня просто могут уволить. И давать человеку понять, что я для вас готов сделать многое. Но есть вещи, за которые надо платить. Вот мне кажется, это абсолютно тоже честно и как-то по-партнерски. И люди не... Ну понятно, что люди хотят всегда получить больше. Вы же хотите каждый раз машину получше, еду повкуснее, костюм подороже, часы помоднее. И люди такие же, мы все одинаковые существа. Больше, лучше и по-другому. Мы хотим вот улучшения. И здесь я с одной стороны создаю отношения, но с другой стороны мы же профессионалы, мы же работаем. Если я не могу вам это сделать бесплатно, я вам просто об этом говорю. Олег, при всем уважении, но бесплатно я это сделать не могу, потому что у нас есть своя расходная часть, себестоимость и прочие вещи. И все. И люди не идиоты, они это понимают. Просто мы часто боимся. Но по факту реальность и наши страхи, страхи больше, чем реальность. Ну и, наверное, последний, финальный мой вопрос. Он связан с программистами, потому что у нас их больше всего, мы компания-разработчик. И с тем, что вот сейчас модно говорить, называется soft skills. Ага. Как вообще, на ваш взгляд, как их у людей прокачивать? Обязательно индивидуально или можно выделять их по группам? Какие, собственно, вот эти навыки важнее всего? Если мы говорим именно о такой наиболее массовой категории, именно непосредственно программисты. Понял. Которые вообще по природе интроверты. Тема soft skills последние пару лет очень актуальна, но мы как команда, как компания больше 20 лет этим занимаемся. Единственное, мы всегда это называли работой с отношением. Да, то есть модное слово soft skills, мы говорим про отношения. Я считаю, что прокачивать можно как индивидуально, то есть мы с вами садимся и в неком формате коучинга или доверительной беседы, или мотивационной беседы, давая обратную связь друг к другу, проговариваем, что нам друг к другу не хватает. Это может быть групповая работа. Мы проводим групповые программы, у нас там от 7 до 30 человек, корпоративные тренинги. Теперь, что прокачивать? Прокачивать то, чего у людей не хватает. Вот это настолько, то есть если взять список скиллов, да, soft skills, там огромный список. Кто в первой тройке? Кто в первой тройке? Что самое проблемное? Понял. Моя точка зрения. Понятно, что вопрос будет общий, потому что может быть в вашей компании одно, второе, третье. Что для меня, в чем я вижу проблему? Эмпатия. То есть возможность понять, что чувствует мой партнер в сопереживании. С этим у нас, на мой взгляд, большие проблемы. Каждый тянет одеяло на себя. Я прав? Нет, я прав. Во всем виноват маркетинг, нет, во всем виновата логистика, нет, айтишники, нет, продавцы. Да, эмпатия. Встать на место своего коллеги и подумать, а почему он так поступил? А что его задело, зацепило? Ну вот это первое. Второе, отношение к результату. То есть я даю обещание, и я, если я пообещал, я слово буду держать. Умру, но слово сдержу. К сожалению, многие люди, ну ничего страшного, придумай что-нибудь. Некоторые уже в начале месяца знают, что будут рассказывать в конце месяца, когда результата не будет. Мы уже заранее себя придумали. А правда, конечно. Это, наверное, вторая вещь. И третья вещь, наверное, отношение ко времени. У меня есть ощущение, это моя внутренняя оценка, наблюдая за российским бизнесом. У меня ощущение, Олег, что люди как будто репетируют. Это как? Как будто я сейчас этот день проживу как-нибудь, а завтра типа будет новый день. То есть я не ценю этот день. Люди настолько бездарно проводят время дома, на работе, в социальных сетях, у телевизора, в пустых разговорах, в бесполезных. Вот мне кажется, вот это тоже очень важная вещь, отношение ко времени. Причем отношение к своему времени, отношение ко времени моего коллеги. Да, вот я бы, наверное, вот эти три вещи выделил первоочеред. Наверное. Вот как-то так. Ну, надо сказать, очень близко к нашей статистике. Вот там, наверное, один пункт не сошелся, но надо взять на вооружение. А что у вас поделитесь, мне просто интересно. Ну, у нас, наверное, с эмпатией, ну, не знаю как, потому что, может быть, и мы ее неправильно определяем. Что касается того, что типа все равно на чужое время, это да, это есть. И вот второе, то, что давайте все валить друг на друга, это тоже очень популярная тема. Вот, хотя мне кажется, что это вообще как бы для России очень популярная тема, а не то, что там войти. Она общечеловеческая, но в России мы в этом очень сильно тренированы. Да. Да, мы такие бойцы в этом плане. Не в лучшую сторону, но тем не менее. Вот. Ну, что еще? Еще, наверное, вот, я не знаю, как это назвать, с каким софт-скиллом. То есть, когда человек, грубо говоря, что-то отписывает, и типа, я не я, кровь не моя. То есть, он вроде отписал, да, написал, что он что-то сделал, но нужно было какой-то стратегический вещь уточнить по вот этому блоку работ, потому что, в противном случае, его работа теряет смысл. Он такой, ну, формально он сделал, а неформально, это надо было спросить, потому что, и опять получается ситуация, вроде как никто не виноват. Он сделал ПТЗ, аналитик ему вроде нормально поставил задачу, а результата нет. К рукавам претензий есть, нет, к пуговицам претензий есть, а сам бюджак ужасный. Вот это об этом, да. Это тоже огромная проблема, и мы с этим работаем. Ну что, друзья, вот наш очередной выпуск «Битрикс24 спрашивает» подошел к концу. Мы обсудили тему soft skills, мы поговорили про клиентов, мы поговорили про удаленную работу. Мне очень понравились вопросы нашего гостя. Надеюсь, я ответил достаточно предметно и честно на данные вопросы. Друзья, спасибо, что вы нас смотрите. Увидимся в следующий вторник. Олег, спасибо вам огромное, было очень приятно пообщаться. Спасибо за ваши вопросы. Ну что, дорогие наши предприниматели, вы реальные герои, мы вас любим, ценим, уважаем и всегда рады вас поддержать. Берегите себя и своих близких, до новых встреч, пока. Итак, сегодня по итогу разговора я получил много обратной связи от Михаила. И как раз совпадение или нет, сегодня мы делаем релиз нового регламента для удаленной работы. И эти все советы и рекомендации нам очень пригодятся. Ну, надеюсь, и вам также. Спасибо Михаилу и «Битрикс». Друзья, подписывайтесь на канал для бизнеса и получайте готовые инсайты от лучших экспертов и специалистов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!